Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, и это 16 урок. Мы продолжаем с вами работу, и в этом уроке я хочу вам показать новый виджет под названием «Умный поиск». Почему «Умный»? Смотрите, у нас в Joomla есть два поиска – обычный поиск и умный поиск. Умный поиск сейчас я вам продемонстрирую у себя на сайте. Смотрите, человек на вашем сайте в поиске может начинать вбивать какую-то фразу, которая на вашем сайте, скорее всего, может быть. То есть человек по какому-то запросу, например, в Яндексе, попал на ваш сайт, то есть, например, он искал какую-то информацию об Adobe Muse. То есть он попадает, например, ко мне, но сразу не находит то, что ему нужно, и пытается воспользоваться поиском по сайту. Вот смотрите, я начинаю писать. И вот что происходит. Я написал только Adobe, и у меня выскакивает вот такой список предполагаемых фраз на сайте. Возможно, из этого списка он найдет что-то, что конкретное он ищет. Если я начинаю писать что-то еще, список этот меняется. Вот в этом и заключается умный поиск. Обычный поиск вам не предложит никакого списка предполагаемых фраз. То есть умный поиск это намного интереснее, намного круче примерная копия Яндекса. То есть когда в Яндексе вы что-то вбиваете, он вам тут же может подставить готовые слова. И если кликаю, например, Adobe Muse, у меня появляется вот такой поиск с ключевыми фразами. Они подсвечиваются желтеньким. Также поле поиска присутствует, если я захочу еще что-то искать. У умного поиска есть расширенный поиск, где вы можете задать всевозможные параметры. Расширенный поиск можно отключить. И здесь все статьи, все мои статьи, где повторяются ключевые слова с именем Adobe. И уже человек по заголовку, то есть список вот длится. Видите, тут даже постраничная навигация, как много запросов нашел данное ключевое слово. И уже тут он уже смотрит. И по клику, например, если он нашел, что ему нужно, по клику по заголовку, он уже выходит на конкретную статью. Так, давайте же попробуем поставить умный поиск к нам на сайт. Кликаем, значит, он в самом низу. Умный поиск. Назовем его поиск. Заголовок скроем. Сразу давайте позицию на сайте. Как правило, у всех шаблонов есть позиция под поиск. Она называется Search. Поэтому мы сейчас посмотрим, есть ли в этом шаблоне. Вот она, видите, Search. Находим. Позиция поиска. Конечно, модуль поиска вы можете разместить в любой модульной позиции вашего шаблона. Давайте пройдемся по настройкам. Автоматический поиск показать сделаем. Расширенный поиск. Скрыть. В смысле расширенный. Имеется в виду, вы не совсем его скрываете, а только на начальном уровне. То есть, когда вы уже нажмете поиск, там он будет находиться. Сейчас я вам покажу, где еще есть настройки под умный поиск. Размер поля поиска. Ну, здесь все индивидуально. Здесь просто читаете, все по-русски. Позиции заголовка, где разместить. Пока мы, наверное, оставим все как есть. На всех страницах пускай будет. Сохранить и закрыть. Но это еще не все. Мы с вами переходим в менеджер плагинов. Сортируем, как отключено. У нас есть плагины умного поиска. Вот, смотрите, содержимое умный поиск. Кликаем, заходим внутрь и читаем. Изменения в материалах не будут учтены в индексе умного поиска, если данный плагин включен. Я считаю, что его включать не надо. В каких-то случаях он нужен. Я вам вообще его показываю, чтобы вы знали, что у умного поиска еще есть и плагины. Также, если мы отсортируем по включенному, то вы увидите, что у нас включены есть плагины умный поиск метки категории контакты. В принципе, дальше идем, смотрите, компоненты. Мы с вами еще их не проходили. В самом низу кликаем умный поиск. Чтобы наш поиск работал, нужно проиндексировать все наши созданные статьи на сайте. Нажимаем индексировать. У нас запускается индексация. Нужно немножко подождать. Все, наша индексация завершена. И вы видите список из категорий наших постов. Также здесь есть статистика. Лично я в нее вообще не заглядываю. Здесь есть интересные настройки. Вот здесь, вправо в углу, кликаем настройки. И здесь есть ряд настроек, которые вы можете посмотреть и ознакомиться. Собирать статистику поиска можно, да. Разрешить пустой поиск. Здесь, в принципе, знаете, стоит все как бы как надо. То есть тоже особо я сюда не лазаю. Вы можете почитать, понаводить мышкой. Здесь в подсказках все на русском, все понятно. Если вам интересно, посмотрите. Может быть, что-то вам тут можно включить или отключить. Также здесь есть более глубокие настройки по индексу. Я вообще это не трогаю. Наш поиск уже будет прекрасно работать. Сохранить и закрыть. Давайте перейдем на сайт и посмотрим. Вот у нас, видите, появилось поле поиски. Там у нас модульная позиция Search. Вот здесь есть лишнее слово «Искать». Давайте его отключим. Менеджер модулей. Заходим в поиск. Заголовок поля поиска мы выставляем «Скрыть». Сохраняемся. Обновляемся. И у нас этот текст лишний исчезает. Ну и давайте попробуем проверить, как работает наш поиск. Вот, например, я наберу сейчас эту статью, виджеты, да, начну набирать. И вот, вы видите, у нас сработал поиск. Конечно, он выглядит по-другому, не как на моем сайте. Вот это все отображение, это все стили шаблона. Когда вы найдете себе нужный шаблон, скорее всего, у вас будет уже все тут намного красивее. Ну и вот он сработал. Видите, виджеты «Эффекты на». Вот заголовок он идет. Виджеты «Эффекты на». И продолжение на ссылках. Если мы сейчас кликнем по этому заголовку. Нажмем «Энтер» и у нас высвечиваются статьи с похожим заголовком. И, в принципе, как бы он нормально показал. Если бы у нас поиск не работал, он бы написал «Ничего не найдено». Значит, мы все правильно сделали, мы проиндексировали. И вот есть по клику по кнопке «Расширенный поиск» критерии более тонкой настройки. Я не советую вам его отключать. Полезная штука. Также есть еще отдельные пункты меню. Когда мы, помните, создавали меню, там тоже можно создать пункт меню поиска. Например, если вы хотите сделать отдельную страницу для поиска. То есть вы можете оставить вот этот модуль поиска. Также вот здесь внизу «Itamid» вы можете выставить главное. Или же там выставите страницу поиска, если у вас будет такая страница. Например, пункт меню поиск можно, например, куда-нибудь вниз поместить. Если я напишу какую-нибудь билиберду, нажму «Энтер». Видите, пишет «Ничего не найдено». Давайте попробуем создать пункт меню поиск. Переходим в меню и переходим в «Майменю». Кликаем «Создать». Кликаем «Выбрать». И вот видите, здесь есть поиск. И всего лишь одна строчка. Кликаем. Называем так же. И нажимаем «Сохранить». Идем на сайт. Обновляем страницу. У нас вот появился пункт меню поиска. То есть, это отдельная вот такая страница. То есть, если человек кликнет по пункту меню поиск, он сможет произвести поиск прямо на этой странице. Или же воспользуется этим поиском, например. Смотрите, то есть, перед вами выбор. Вы можете либо пользоваться модулем умного поиска, либо вы можете использовать пункт меню поиск. То есть, здесь уже как бы на ваше усмотрение. Если как пункт меню вас это устраивает, то вы его и оставляете. Также здесь имеются настройки. Смотрите, если вам вот эти вот критерии не нужны по поиску, а нужно только поле поиска в пункте меню, то вот здесь основные настройки. Вы выставляете «Нет», «Нет», «Скрыть». Сохраняемся. Обновляемся. И у нас остается только поле поиска. И здесь вот есть режим поиска. Любое из слов. Точное совпадение. То есть, это уже критерий, по которым вы хотите, чтобы поиск производился. Только по точным совпадениям. Либо любое слово, которое может быть содержать ключевое слово по запросу. И порядок тут все понятно уже. Вот такой сегодня получился урок. Из этого урока вы научились создавать модуль умного поиска. Также теперь вы умеете создавать пункт меню поиска. И уже сделайте на ваше усмотрение, как вам больше нравится. На этом я заканчиваю данный видеоурок. И увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. Я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.